Доброе утро! Первый день выставки и в этом видео я с вами поделюсь и покажу вам как происходит работа на выставке, что это вообще такое. В общем такие будут краткие зарисовки. Передвигаемся по google-картам. Я вот забил адрес и дорога должна занять 26 минут, пешком идти туда больше часа. Но автобусы сегодня ходят не в полной мере, потому что водителей автобусов и метро объявили страйк на дни проведения выставки. Что-то случилось не то. В дни выставки добираешься на нее вот так или пешком, но в свободе или как Шпротина. Полчаса потолкались в автобусе и уже возле выставки. Кстати каждый раз на выставку организовывают через дорогу целый мост. То есть специально для выставки строят пешеходный мост, чтобы не создавать пробок, потому что если все через пешеходный переход будут береться, это будет хаос. Всех же говорят. Но когда горит зеленый, нам повезло все-таки перейти быстрее по пешеходным переходам. Проверяют прямо на входе бейджи. И прямо на входе уже проверяют бейджи и паспорта. Все, мы на территории выставки и первым делом надо забронировать места в пресс-центре. То есть мы сейчас в медиа-центр тулим. Насколько мне все-таки нравится больше МВЦ, чем ИФА. Здесь как-то все просторнее, понятнее. Выставочный центр лучше. И даже бейджи вот с NFC уже какой-то который год электронные на ИФА. Чтобы вы понимали, до сих пор надо распечатывать бумажку, сворачивать ее и носить бумажку. Это ж совок гребаный. И чтобы вы понимали, пресс-центр здесь мы сейчас зайдем, он тоже поприятнее. Там он очень маленький. В Берлине, я имею ввиду. И там ни хротвы, ничего нет. Здесь как-бы хоть как-то какие-то условия созданы. Медиа-виллаж. По-моему, народу еще не очень много здесь. Потому что днем, если вы приходите в медиа-центр, все глыно, уже ничего не найдете. Ну, естественно, пройти сюда без бейджа пресс невозможно. Тут можно посидеть на удобных диванчиках. Там кофе с печеньками. А здесь рабочие комнаты. И все-таки уже достаточно много народу. Но я вижу наш стол. Садимся за красный. Тут в пресс-центре можно водичку взять, бутылочку. Короче, все очень культурненько. И вот так мы поселились. Розеточки, РД есть. Место под ногами. И куча места. Макса оставили в пресс-центре. Он домонтирует то, что мы вчера сняли. А мы с Семой выдвинулись снимать. Так и работаем. Мы снимаем, приходим, закидываем материал, идем дальше снимать. Когда устали, пьем кофе. Вот так выглядит сама выставка. Пока что еще не очень людно и можно даже передвигаться как-то. И вот стенды. Мы работаем оператором по очереди. Нам присоединилась Юля. Продолжаем работать. Юля, ты что-то познала уже на этой выставке? Я увидела такую штуку, которая в Бух оставляется. Ладно, никому не интересно. Сейчас идем в пресс-центр. Там мы будем делать трокеров. Я не знаю, по кадрам будем делать трокеров или нет. Но мы сейчас в любом случае поставим батарейку одну на зарядку. Сольем все с одной карточки на компьютер. Дуна начинает это все дело монтировать. Сразу же потом выгружает на YouTube. И в Киеве ребята все это дело оформляют и публикуют. Вот так у нас конверт уже работает. Нас много. Кто не пришел с утра, тот не пришел с утра. Но мы пришли с утра. А это очередь за кофе в пресс-центре. Развелось нас. Тарас теперь с нами в команде работает. Монтирую видео сижу. Просто чтобы вы знали. У нас небольшая рокировочка. Тарас теперь с нами в команде работает. Все, мы погнали теперь с Дуной снимать. Ты готов бомбить? Бомбить хороший контент. Ты готов? Да, я по-любому буду бомбить хороший. Потому что вы такого наснимали. Друзья мои, если вы думаете, что выставка это очень легко, то нет, не думайте так. Потому что уже 4 часа почти. Мы еще вообще не хавали. Бегаем здесь, снимаем, зашиваемся. Вот так вот идет рабочий процесс. И это я вам скажу. Хорошо, что у нас много людей сейчас здесь в команде. А раньше было мы с Семой бегали. А вечером сидели, еще ночью монтировали. Теперь вы знаете, что мною быть очень тяжело. Поддержите меня. Подпишитесь на мой канал. Напишите что-то хорошее в знак поддержки. Поставьте палец вверх. Я буду очень сильно радоваться. Буду знать, что я делаю что-то, что просто очень сильно кому-то нужно. Пришло время закругляться. Юлия, мы закругляемся. 5-10, наш рабочий день закончен. Правильная реклама. Просто с проектора на стену. А вот там очередь на такси. Такси здесь со всего города съезжаются, потому что точно получат заказ. И вот такая живая очередь. Постоянно. И мы сейчас тоже в этом будем стоять. И здесь говорится, что приблизительное время ожидания 30 минут. Я передумал. Мне кажется, ни хрена не 30. Это с этой точки 30. Да, это с этой точки 30. Все, опять возвращаемся на метро. Как так случилось, что вы все у нас дома? Ты проснулся внизу. Что происходит? И финальная точка нашего маршрута. Мы хаваем. Просто спустя 2 часа обратите внимание на краски нашей скатерти. Тут есть все. И на краски Юли. Короче, вот так заканчивается день работы блогеров на выставке. Все, расходимся. Все, расходимся.